Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами посетим главный парк Анталии, а именно парк Королеглу. Ну что, начинаем? Парк Королеглу расположен в районе Калычарсан и тянется вдоль скалистого побережья на несколько сотен метров. Многие туристы, решившие отдохнуть на популярном курорте Турции, обязательно посещают эту зону отдыха. Ну а мы с вами подходим к таким вот интересным фигуркам, но мы о них не смогли найти информации в интернете. Если вам что-то известно об этом, напишите, пожалуйста, в комментариях. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! День еще только начинается, а в парке уже вовсю трудятся рабочие и работает система орошения. Но мы с вами продолжаем осматривать фигурки и прохождение по этому парку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Парк Каролина... Парк Каролик Парк Каролика поражает разнообразием растений. Здесь можно встретить мандариновые и апельсиновые деревья с сочными плодами. А также шикарные пальмы с раскинутыми листьями и много цветов. Также на территории всего парка есть фонтаны и необычные статуи. Любой путешественник, который стремится сбежать от городской суеты, найдет здесь себе убежище. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Как мы могли наблюдать, в парке Короле Иглу Установлены различные современные скульптуры А это место, которое облюбовали туристы Эта скульптура – рука, посвященная первому мэру Стамбула Парк находится высоко над морем А потому все приходящие сюда отдыхающие смогут насладиться Открывающимся прекрасным видом города, гор и залива Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Если вам приелся традиционный пляжный отдых на песке и гальке Пляж Адалар в Анталии поможет отдохнуть у моря по-новому Расположенная возле отвесных скал платформа Обеспечит необходимое единение и позволит насладиться всеми благами комфорта А также прекрасными видами И все это около парка Королей Иголы Этот пляж работает с 8 до 8 и он является платным пляжем Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Но мы с вами не задерживаемся и двигаемся дальше Часто проходя по парку можно увидеть вот такие вот пальмы А это именно персиковые пальмы Они высотой примерно 18 метров На стволе большие колючки размером с ладонь взрослого мужчины Попробовать забраться по такому дереву я бы не рискнул Поэтому плоды созревают без проблем По вкусу такие персики с пальмы напоминают каштан Но только смеси с крахмалом Чтобы насладиться этим вкусом и ароматом плодов Их надо отварить в соленой воде не меньше часа Я думаю многие побывавшие в Анталии видели вот такие деревья Напоминающие... А плоды на них напоминают простые мандарины Но это не так Это горькие апельсины Семейство растений, которые связаны с Анталией Апельсины являются символом этого города И в честь них даже назван фестиваль Горький апельсин незаменим при строительстве дорог и парков А именно их высаживают вдоль дорог и в парках Каждый иностранец приезжающий сюда Скорее всего хоть раз, но срывал плод с этого дерева И пробовал Но они не пригодны на вкус Так как они горькие Несмотря на их приятный аромат, на вкус он несколько горьковат Его кожура используется в производстве горького апельсинового джема Мармелада в регионе С этим деревом у нас связана тоже одна очень интересная ситуация Потому что его плоды похожи на спелые мандарины И увидев его на земле Мы решили подобрать его, чтобы почистить Ну и можно было бы попробовать Но проезжающий мимо работник парка Предупредил нас, что они несъедобные Взяв у нас его Он куда-то уехал Мы несколько минут постояли на месте Ну точнее посидели на лавочке И он подъехал к нам и привез нам несколько спелых апельсинов Вот такая вот ситуация с нами произошла, друзья Ну а мы с вами двигаемся ко второй смотровой площадке Путь на вторую смотровую площадку проходит мимо кафе На территории парка Королиглу расположены рестораны и кафе Предлагающие всем желающим разные блюда Есть также чайные заведения, в которых предложат ароматные напитки ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... На данной смотровой площадке изображена вот такая вот интересная композиция «Работник и сын». Продолжение следует... 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 Проходя по парку, мы обнаружили вот такие вот пушки. Можно предположить, что они сохранились с давних времен. Хотя сейчас они выглядят менее грозно, но когда-то это было передовое вооружение. Рассказать о них более подробно не сможем, так как никакой точной информации о них в интернете не нашли. Также во многих местах парка установлены вот такие вот краники с водой, где можно помыть руки или же попить воды, так как вода пригодна для питья. В парке много точек, где установлен бесплатный Wi-Fi. На широких аллеях установлены скамейки для отдыха. Также этот парк подходит для любителей пробежек. Как мы видим, в парковой зоне достаточно чисто и ухоженно. Везде вечером включается подсветка, создающая романтическую атмосферу. Также здесь можно послушать уличных музыкантов. А по выходным в парке работают торговцы, предлагающие разнообразные сувениры. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Вы только посмотрите, каких огромных размеров эти листья. Итак, ну вот мы подошли к третьей смотровой площадке Как мы можем наблюдать, отсюда тоже открывается неплохой вид Мы с вами сейчас его посмотрим подробнее Вы только посмотрите на этот дивный вид Красивое море, город и горы Также издалека, вдалеке мы видим с вами пляж Кони Алты О котором мы уже рассказывали и вы сможете найти по ссылке в описании Также рядом там расположен парк Ататюр Его я тоже оставлю в подсказке и в описании Ну и сам прекрасный город Анталия А чуть ниже мы можем увидеть лодку Немо О которой мы рассказывали в выпуске про Старый порт Анталия Субтитры создавал DimaTorzok Отсюда мы можем видеть два маяка Которые являются входом в Старый порт Анталия Каждая страна хочет знать свою историю И Турция это не исключение В Анталии производятся какие-то исторические гороскопки Которые мы с вами сейчас и можем наблюдать Субтитры создавал DimaTorzok В этом парке достаточно интересное исполнение туалета Здесь нет привычного нам сооружения Так как сама конструкция находится под землей И издалека ее можно так и не увидеть Но это место не заслуживает нашего долгого внимания И мы с вами движемся дальше Итак, что можно еще рассказать про этот парк Этот парк был основан на площади 7000 квадратных метров Также в нем есть 120 видов растений И три смотровые площадки, на которых мы с вами побывали И с них можно часами наблюдать за красотой природы и города Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, друзья, подведем итог Что можно сказать о парке Королегла? Это замечательное место, которое можно посетить хотя бы раз В качестве мимолетной пробежки или целенаправленной пешей прогулки Королегла находится в пешей доступности от центра города Если нет желания идти сюда пешком, то сюда можно добраться на автобусе А именно КС-06, КС-71, КЛ-08, Остановка Беледье, КЛ-21, ТС-16, Остановка Ишеклар Итак, друзья, вот и подошел к концу наш обзор парка Королегла Напишите в комментариях, понравился ли вам этот парк и хотели бы вы его посетить Также не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok